Вот раз мы сегодня уже заговорили о Ближнем Востоке, сегодня, кстати, ровно 100 дней с момента самого крупного террористического акта в истории современного Израиля, 100 дней с момента нападения Хамас на израильское государство. И вот к чему я это вспомнил, да, вот раз мы сегодня говорим о российском следе, в общем-то, в местных региональных конфликтах и войнах, то особое внимание войне на Ближнем Востоке уделил и военный преступник Путин во время своей прямой линии. Он прям несколько раз переводил стрелки на Ближний Восток и говорил, мол, вот посмотрите, российские оккупанты, ну окей, российские военные не ведут себя так на территории Украины, как ведет себя Израиль на территории сектора газа. Он, конечно, правда, забыл сказать, что вооруженные силы Украины не прячутся за спинами мирных людей, однако он прям несколько раз апеллировал к тому и говорил, что вот посмотрите Израиль, как ведет себя Израиль, мы, значит, вот здесь белые и пушистые. Показалось, что эта тема для него действительно очень важна, как считаете? Ну, исторический Советский Союз, как мы знаем, после того, как Сталин, чтобы навредить Великобритании, проголосовал за создание государства Израиль, тем не менее, исторический Советский Союз всегда проводил антиизраильскую политику, и Израиль был единственным государством, с которым у Советского Союза были разорваны дипломатические отношения. Ну, может быть, есть еще какие-то государства, я могу ошибиться, но вот из значимых государств, да, единственное значимое государство было Израиль. И сейчас, ну, похоже, Россия, она во многом как бы возвращается в Старый Советский Союз. Вполне возможно, что она и в этом вопросе возвращается сейчас к Старой Советской политикой, которая заключалась в безополиционной поддержке арабского экстремизма. Россия, и это как бы не секрет, Советский Союз, извините, был вовлечен в создание и в поддержку практически всех террористических арабских движений на Ближнем Востоке. И в этом смысле у России остались как бы серьезные связи и контакты с арабским террористическим миром. В этом как бы ничего нового. Но в контексте того, что происходит, да, конечно, Путину очень важно создать еще одну конфликтную зону. Потому что, с одной стороны, он надеется, что это действительно отвлечет, ну, американцев прежде всего, от концентрирования на помощи Украине. С другой стороны, я уверен, Путин планирует использовать ближневосточный конфликт, вернее, скажем так, очевидную возможность России взорвать Ближний Восток чужими руками при этом, да, иранскими, арабскими и так далее. Как козырную карту в торговле с Соединенными Штатами обменять, как говорится, спокойствие на Ближнем Востоке, например, на помощь Украине, на американскую помощь Украине. Я не думаю, что это возможно, я не думаю, что здесь его ждут какие-то, как бы, победы на дипломатическом поле в этом направлении. Но это наверняка то, что попытаются сделать в России, да, то есть пытаются, условно говоря, сказать, слушайте, вы же видите, какие мы ещё гадости можем устроить, да, мы можем устроить гадости в Латинской Америке, мы вам можем подложить, как бы, кучу свиней в арабском вопросе, связанном с Израилем, да, уже там отдайте нам, отдайте Украину-то, отдайте Украину. Ну, мы тогда, как бы, урегулируем проблемы с Венесуэлой, договоримся о чём-нибудь с арабскими террористами, Украину отдайте нам, да. Я не думаю, что это произойдёт, но это наверняка то, о чём в Кремле вполне, как бы, серьёзно думают. Вот, кстати, об амбициях Путина недавно высказался и дважды президент Украины Леонид Кучма, он дал интервью изданию The Guardian и затронул, и, как бы, рассказал о своём личном впечатлении, о общении своём непосредственном с Путиным в своё время и свой анализ, да, о ситуации, которая сейчас происходит. И вот, по словам Кучмы, он считает, что цель Путина, цитата, цель Путина не просто захват, а именно уничтожение Украины как концепции, как конкурентной альтернативы России. Именно поэтому он и готов идти на ужасные человеческие репутационные жертвы. Кучма считает, что одержимость Путина Украины – это даже своего рода мания или даже психическое расстройство. А всё из-за того, что Путин – карьерный оперативник КГБ со всеми вытекающими последствиями. Конец цитаты. Господин Фельщинский, я знаю, что вас и вы изучали, и вас тема КГБ всегда интересует, и мы говорили с вами не раз уже о влиянии КГБ на нынешнюю ситуацию в России. В целом, да, о этой маниакальной одержимости Путина Украины и о его прошлом в спецслужбах, а именно в КГБ. Насколько это может быть связано? Согласны ли вы с тезисом Кучмы о том, что, грубо говоря, главная характеристика Путина – это карьерный оперативник КГБ? Ну, Леонид Кучма в данном случае абсолютно прав. Можно подписаться под каждым его словом в данном случае. Просто, конечно, сейчас уже, глядя назад, я думаю, что ему самому очень жалко, что пока он был президентом довольно долго и имел возможность ввести Украину в НАТО, он, тем не менее, этого не делал и не сделал. А понятно, что если бы это произошло бы, то, наверное, ну, не наверное, а точно, да, этой войны бы не было. Но, понимаете, я думаю, что очень важно принять, да, то мы имеем дело в России сейчас вот с абсолютно другими людьми, стоящими у власти. Что в 2000 году к власти пришла госбезопасность как корпорация, как ведомство. И эта ситуация действительно беспрецедентная. У нас нет в мире примеров того, как к власти приходит госбезопасность. Вот у нас есть там монархи, диктаторы, политические партии, плохие или хорошие, фашисты, коммунисты. Но примеров того, что государством правит госбезопасность, вот как ведомство, да, там, тайной полиции, да, ну, в разных странах разные слова используются. У нас нет. То есть, потому что во всех странах везде есть госбезопасность. Во всех странах, опять же, хороших и плохих, везде есть госбезопасность. Но абсолютно везде эта госбезопасность имеет над собой политический контроль. Политический контроль политических партий, политический контроль диктаторов, политический контроль монархов. Кто-то над ними стоит. Они не управляют государством сами от начала до конца. Они являются инструментом для реализации внешнеполитической, внутриполитической программы того правительства, опять же, хорошего или плохого, которое управляет государством. Вот в России мы впервые имеем дело с ситуацией, когда госбезопасность управляет государством, и не просто государством, а очень большим государством и ядерной державой, без какого-либо политического контроля. Вот тот политический контроль, который существовал в Советском Союзе в лице политбюро, которое всем управляло, все пыталось контролировать, и использовало госбезопасность как инструмент. Вот этот политический контроль, пусть плохенькой и нехорошей со всех сторон коммунистической партии, он тем не менее был каким-то контролем. Вот сейчас этого контроля нет. И вторжение в Грузию, вторжение в Украину – это как раз результат того, как вот эта госбезопасность планирует управление и страной, и дальше управление миром. Потому что принципиальной разницы между идеей Путина о том, что русский мир будет править миром, и концепции большевиков под названием «мировая революция» на самом деле нет. То есть есть отсутствующий идеологический момент, но он отсутствует именно потому, что КГБ правит, не имея над собой крыши коммунистической партии. Поэтому исчез этот идеологический коммунистический момент. Но на самом деле, как в 1918 году ставилась задача захвата советской России всего мира, так и сейчас на самом деле Путиным ставится задача захвата Российской Федерации всего мира. Это, может быть, звучит и выглядит как абсурдная, утопическая, абсурдная, нереальная, идиотическая задача, но точно так выглядела и концепция мировой революции в 1918 году. Она тоже, в общем, как мы знаем, не оправдалась. Хотя к 1945 году Сталин наполовину этот вопрос решил. И пол Европы он захватил, Восточную Европу. Как бы дальше он продвинуться не смог, потому что американцы создали к 1945 году ядерное оружие, которого у Советского Союза еще не было. Если бы этого оружия не было у американцев, то, может быть, Сталин двинулся бы и дальше. Так что, собственно, как бы планы, российские планы по захвату, ну, на данном этапе, физическому захвату части территории и расширению влияния на всю Европу, да, они имеют свою историческую основу, если мы отсчитываем от 1917 года. Вот вы сказали, что с 2000 года в России правит государственная безопасность, да, ну, вот, управляет всеми процессами. Я недавно попал на интервью Бориса Ельцина, где у него в очередной раз спрашивали, почему именно Путин в свое время стал его преемником. И он говорил, мне показалось достаточно откровенно, что я верил в то, что этот человек поведет Россию по пути демократии, который будет отстаивать свободу. Ельцин, как вы считаете, понимал, что он передает страну в руки КГБ? Ну, он понимал, что он передает страну в руки КГБ. Он просто, видимо, считал, и может быть искренне, что КГБ тоже как бы перестроилось, переродилось, да, что это, безусловно, КГБ, да, потому что все кандидаты же были, которых он рассматривал, все были из КГБ, да. Примаков, бывший директор службы внешней разведки, Степашин, бывший директор ФСК, тогда так называлось ФСБ, и Путин. То есть, на самом деле, все кандидаты, которых он рассматривал на роль преемников, да, все были из госбезопасности. И я не думаю, что это был в буквальном смысле его добровольный выбор. Я думаю, что он уже просто сам был настолько обложен вот со всех сторон госбезопасности, что она настолько уже контролировала ситуацию в стране, что у нее действительно к 99-му году, 98-му, 99-му уже не было выбора и выхода, да, то есть вот он должен был выбирать из этих людей. Но, понимаете, ведь все эти люди, ну, они потому идут в госбезопасность, с одной стороны, и с другой стороны, их потому берут, потому что наверняка не все, кто хочет пойти на работу в госбезопасность, прямо берут в госбезопасность. Да, там есть вполне хороший кадровый отдел, который отбирает тех людей, которые созданы для этой работы, да. И частью, как бы, частью вот их работы, да, всех этих людей является способность вербовать. Да, вот для того, чтобы вербовать людей, ну, нужно определенные качества иметь, да. Вот качество вербовщика – это одно из абсолютно необходимых условий для работы в госбезопасности. Вообще мне, как бы, люди там работавшие, ну, вполне такие квалифицированные и серьезные, объясняли, что, ну, успех сотрудника, офицера госбезопасности, определяется во многом количеством завербованных им агентов, да. Вот настолько это важное качество. К чему я все это говорю? Что когда Путин с вами разговаривает, он не разговаривает с вами, он вас вербует. И для этого есть определенные приемы, которыми, которым их обучали, да, в КГБ, да. Опять же, кто-то делает это лучше, кто-то делает это хуже, да. Я подозреваю, что Путин это делает очень хорошо, да. И в этом смысле, когда он говорил с Ельциным, он наверняка очень хорошо понимал, как нужно вербовать Ельцина, да, вот что нужно сказать, где у него слабые места. Ну, вот спросили на этой прямой линии у Путина, а кем вы хотели стать в детстве? Он говорит, вот разведчиком хотел, и разведчиком в итоге стал, да. Однако, вот если говорить о его способностях, в КГБ он-то больших высот, на самом деле, не достиг. Почему же тогда, если, вот, ну, почему тогда его выдвинули, ну, скажем так, ему позволили стать одним из негласных кандидатов, из которых пришлось выбирать Ельцина, ну, хотя все там были, да, то есть завязаны на КГБ, чем тогда действительно он так выделялся, что, я же говорю, да, ему позволили быть одному, одним из тех, из кого будут выбирать? Ну, подождите, задним числом как раз понятно, что абсолютно правильный был выбор. С точки зрения ФСБ выбор оказался безошибочно правильным, и лучшего кандидата, ну, вряд ли бы они смогли бы найти, потому что, опять же, с точки зрения КГБ, ФСБ, Путин все делает, ну, на отлично, на пятерочку, да, на пятерочку. Сначала он усыпил бдительность абсолютно всех, кончая с Ельциным и начиная, я уж не знаю кого, абсолютно всех. И обратите внимание, что каждый видел в Путине ровно то, что хотел видеть. Демократы видели в Путине демократически настроенного офицера бывшего КГБ, нынешнего ФСБ, да, олигархи видели в Путине послушную игрушку, при которой они будут продолжать оставаться олигархами, фашисты видели в Путине фашиста, коммунисты видели в Путине коммуниста, а западные политики видели в Путине прогрессивного общественного деятеля, ну, и так далее, да, и так далее. А евреи, не говоря уже, да, поскольку мы затронули 7 октября и все, что Путин говорил и делал после этого, да, видели в Путине, ну, просто самого большого друга Израиля. Это пример того, это пример как бы того, как Путин, ну, на свою сторону всех перетягивает, да, потому что он вербует, и абсолютно все вот эти люди, с которыми он, почти все, да, с которыми он пересекается, видится, да, все поддаются на эту вербовку. В то время как, в то время как все, что нужно понимать про Путина, что он, ну, как бы профессиональный офицер госбезопасности, задача которого – тебя завербовать. И для этого он говорит тебе, ну, ровно то, что ты хочешь услышать. Ну, и наверняка, я думаю, если все это хорошо организовано, если аппарат нормально работает, у него наверняка перед каждой встречей раскладка про своего собеседника, ну, когда это серьезные собеседники, типа, там, президента Франции, президента Соединенных Штатов, да, как ему нужно вести разговоры, что он должен сказать, чтобы суметь завербовать собеседника, да. Я уверен, что президенту Франции он объясняет, что больше всего любит французский сыр или бушачьи лапки и французское вино, и недолюбливает американцев, потому что они, как бы, всех пытаются под себя поднять, да. Американцам он говорит что-то другое, понятное дело, да. И израильтянам он говорит одно, а арабам он говорит другое. И когда он с израильтянами, он им рассказывает наверняка, что у него есть еврейская кровь, а когда он с арабами, он рассказывает, я не знаю, что-то другое, да, что у него есть арабская кровь и так далее. Понимаете, вот, собственно, весь секрет Путина, да. Никакого, как бы, секрета тут нет. Но, как бы, хватает звезды, не хватает звезды, он вполне схватил звезду в 2000 году. И, видите, оказалось, что, как говорится, навечно. Поэтому нет, я не согласен. Как раз с точки зрения интересов ведомства, госбезопасности как ведомства, Путин оказался исключительно, как бы, правильным выбором, да. Не знаю, может быть, любой человек на его должности в этом месте, собственно, был бы столь же устойчив, да. Может быть, если бы Степашин прошел бы таким образом, как президент России, то было бы все то же самое, и мы бы обсуждали Степашина, да. Ну, Примаков просто более пожилой человек, и он как бы умер уже. И это был, конечно, серьезный плюс в Примакове, да, как заднее число бы, поскольку он хотя бы умер. И в этом плане выбор Ельцина был исключительно плохо. Исключительно плохо, да. Именно потому, что Путин был молодым, здоровым, спортивным. И понятно было, что он проживет... Протянет долго, да. Я бы, конечно, в такой же ситуации все-таки остановился бы на Примакове. Но Примаков лично как бы разозлил Ельцина тем, что он слишком рано возомнил себя президентом, да. Он понимал, что как бы его двигают на президента. Но когда он стал премьер-министром, он, скажем так, начал Ельцину хамить уже, да. Китая, что Ельцин уже не президент, а он еще был президентом. Что Ельцин ему продемонстрировал тем, что он его так злобно уволил просто, чтобы наказать лично Примакова. А Путин подлизывался как мог и делал из себя, не знаю, простачка, да, который будет слушаться советов и спрашивать советы, да. И не забудем, что в 99-м году премьер-министр Путин, например, объявил о том, что Россия рассматривает вопрос о вхождении в НАТО, да. Потому что, как бы, в тот период НАТО было другом. И, в общем, конечно, чтобы усыпить совсем бдительность, да, заявление было очень правильное. Все посмотрели на Путина и подумали, ой, какой демократически, прозападный, демократически настроенный президент у нас будет. Как только президент стал президентом, да, открылся совсем другой Путин. На следующий день, в тот же день, в тот же день. Создание, указ номер один, создание семи федеральных округов в Российской Федерации, где, кроме Кириенко, абсолютно все руководители федеральных округов были из КГБ, ну и пара генералов. Поэтому все изменилось на следующий день после того, как Путин стал президентом. Ну, я не принимаю, чем вопрос про Вторую Чеченскую войну, про взрывы домов. Это как бы методика прихода к власти, это отдельно. Что потрясающе интересно, спасибо большое, Юрий Георгиевич. На самом деле, думаю, тут огромная пища для размышлений, для наших зрителей. Вы свои мысли оставляйте в комментариях. На сегодня будем троеточие оставить. Юрий Георгиевич, спасибо, что нашли время, друзья. Уверен, вам было интересно. Так же, как и мне, да, лайком, пожалуйста, эту беседу отметьте. Пускай большее количество людей ее увидит. Ну и подпишитесь с Дмитрием Гордоном или с Аббатсом в гостях у Гордона, если вы хотите пропускать в том числе новые встречи с Юрием Фельштинским. Доктором исторических наук из Соединенных Штатов Америки. До новых встреч, увидимся. Всего доброго. Всего доброго.